Всем привет, меня зовут Маша, я серф-инструктор в школе Surf Season. Здорово. Маша, расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказалась и сколько по времени ты уже занимаешься этим дискортом? На самом деле все достаточно просто. Когда-то, года три назад, я приехала сюда отдыхать, и спустя неделю я поняла, что вот это место, где я хочу жить, где я хочу остаться. С серфингом была немножко другая история. Я никогда в жизни не умела плавать, никогда не любила это делать, никогда не хотела заниматься серфингом. Но когда я уже сюда переехала, я поняла, что кроме этого тут делать больше нечего. А как здесь волна? Какая высота бывает? Вообще Бали, это, ну так, здесь, ну, мировой серфинг, то есть сюда приезжают такие звезды, как Слейтер, здесь проходят мировые чемпионаты, поэтому здесь волна круглый год, то есть она всегда есть, где-то, но есть. Остров достаточно большой, здесь тысячи спотов различных, поэтому выбор тоже большой. Ты можешь жить на севере острова, там, ну, конечно, сложновато будет найти, но примерно есть куда ехать. На юге вообще огромное количество различных видов спотов с разной волной, хочешь левое, хочешь правое, хочешь там при определенном СВЛе труба, то есть... То есть можно тренироваться без ограничения. А сколько ты здесь по времени? Три года. И три года ты работаешь в этой сфере, да? Ну, я работаю меньше, конечно, поскольку сначала тоже сама начинала, и надо было достичь какого-то определенного уровня, но поскольку все, ну, как бы мои друзья, это вот серф-школа, серф-сизон, серф-школа серф-сизон, соответственно, я, ну, как бы училась в школе, и за более короткий срок добилась успехов в этом деле. Вот, то есть это теория, она очень сильно помогает, теория совмещенная с практикой, это залог успеха. Без теории все намного, ну, дольше делается, тормозит прогресс, вот, поэтому слушайте теорию. Дальше вопрос, ну, откуда клиенты приезжают в основном, вот из СНГ, там из России, какие страны, кто приезжает? Приезжают вообще за всех уголков России к нам. Вот был недавно заезд, у нас были ребята русские, но из Китая, были две девочки из Канады, вот. То есть просто русские люди, ну, русской национальности, но со всех уголков мира даже бывает. Ну, в основном, конечно, из России. Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск. А бывают из Узбекистана, там, или из Киргизии? Ну, вот, кстати, вот этого еще не было. Я вот запомнила за три года, запомнила, у нас был один армянин, мужчина, на пенсии. Вот я его запомнила. А так, ну, как бы, в основном, вот, чисто русские. Маша, скажи, пожалуйста, сколько нужно времени, чтобы с нуля встать на доску? Ну, мы ставим людей уже на первом занятии. У нас для этого специальная методика, сокращенный такой курс, поскольку люди все приезжают там, ну, кто на две недели, кто даже на неделю. И, ну, насколько я знаю, большинство людей хотят вот попробовать, прикоснуться к прекрасному, попробовать себя в серфинге. Вот, соответственно, нужно все это успеть за сжатые сроки. Вот, поэтому уже на первом занятии мы, ну, практически всем гарантируем, что вы встанете и поймаете свою первую волну. Вот, поэтому, ну, первое занятие уже все. Еще вопрос. Когда, допустим, ты встал на волну, да, стал профессионалом, научился, можно как-то найти работу, предустроиться в этой сфере? Ну, то есть, зарабатывать и жить именно вот этой темой? Ну, вот, если брать конкретно Бали, то это, ну, вот, как раз русские серф-школы, то есть, ну, есть, ну, возможность стать серф-инструктором. Вот, у нас только сейчас начинает вообще народ узнавать о том, что есть такой вид спорта, как серфинг, потому что сейчас серфинг включен в олимпийский вид спорта. Вот, то есть, у нас сейчас в России уже появилась своя олимпийская команда, вот, поэтому уже как-то это более стало выходить уже на другой уровень. Вот, соответственно, ну, как в других странах, Австралии и там, и другие страны, где серфинг, это просто с трехлетнего возраста у людей происходит, и серфингом занимаются на уроках физкультуры. Вот, то есть, к нам это уже потихонечку, потихонечку доходит. А в этих странах, где вот с детства, да, люди занимаются, там, конечно, ты можешь стать, там, про-серфером, ты можешь, там, ну, быть лицом какой-то компании, у тебя, там, появляются спонсоры, ты ездишь на соревнования, то есть, это вот прям там, как профессия серфер. Понятный вопрос. Вот, допустим, ребята приехали сюда заниматься на неделю, да, то есть, неделю они здесь тренируются, а где им здесь можно найти жилье, и сколько примерно обойдется, вот, неделя жизни здесь, ну, средняя. Ну, да, ну, вообще, вот, почему я люблю Бали, потому что это такой остров на любой кошелек, то есть, если ты, у тебя есть миллион, ты найдешь себе за сутки номер за миллион. Местных денег. Сейчас я говорю про рубли, ну, да, если у тебя есть миллион местных денег, то ты можешь на них прожить как и неделю, так и один день. То есть, очень, очень тяжело, да, сказать, сколько, ну, ты можешь потратить. Ну, допустим, если у тебя, ты не обладаешь каким-то большим бюджетом, больше, больше всего у тебя, ну, как бы, самая большая затрата, это билеты. То есть, если у тебя уже есть билеты, то ты вполне на 500 долларов проживешь тут неделю, вот так вот, шикуя. Вот, поэтому есть, ну, гостиницы примерно, отели, гистхаусы, есть гистхаусы в месяц за полтора миллиона, это, ну, за 100 долларов, да, грубо говоря, в месяц за 100 долларов. Вот, а есть, ну, отели, если брать отели, от 500 рублей и до, до, там, поэтому... Что бы ты хотела передать людям, которые сейчас находятся в России, в СНГ, там, зимой, холодно? Да, я бы хотела сказать, что прилетайте к нам, попробуйте себя тоже в этом виде спорта, это очень здорово. Это, не знаю, я очень люблю серфинг, поскольку это шикарный вид спорта, тебе не нужно в спортзале торчать, потеть, бегать на дорожке, вот, тут ты в океане. Иногда проплывают рыбки рядом, вот здесь, допустим, где мы именно снимаем, там живут у нас гигонии, это морские коровы, то есть, ты сидя в океане, можешь, там, увидеть где-то спину морской коровы. Солнышко, тепло, красота, так что приезжайте, отдыхайте. Скажи, пожалуйста, это дверь в дорогу в большой спорт, профессиональный спорт, может быть здесь начало для профессиональной карьеры в этом виде спорта? Может, да, но ограничение по возрасту. А сколько? Мирового успеха добиться после 20 лет достаточно трудно, поэтому чем раньше вы начнете, там, 10 лет, 9, 8, 3 годика, вообще супер. Ребят, начинайте заниматься серфингом, это круто. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadfizvisa.com, нашу группу в Facebook, ВКонтакте, в Twitter. Всем всего доброго. Всего доброго, пока ждем вас на островах. Субтитры сделал DimaTorzok